Всем привет! Добро пожаловать на наш сегодняшний эфир. Мы сегодня поговорим о том, что брать на себя много — это хорошо, полезно или это не работает. И почему можно сломать ноги таким образом, да? Наш седьмой Любовический Рэбб всегда говорил о том, что человек, когда хочет по ступенькам добраться наверх, если он сразу начнет прыгать на десятую ступеньку. Понятно, что он сломает себе ноги, да? А если он будет по одной ступенечке потихоньку подниматься, то так это будет эффективней и это будет работать. Всем привет! Мы сегодня говорим, еще раз повторюсь, мы сегодня говорим о том, что полезно и эффективно ли брать на себя много целей, да? И почему, кстати, вы обратили внимание, что практически все коучи, бизнес-тренеры, они говорят, что цель, ее нужно поделить на много маленьких целей, да? Потому что когда ты берешь себе одну какую-то огромную цель, то человек, у него на подсознательном уровне, ему это кажется чем-то нереальным, да? Ему это кажется сложно, он не готов тратить на это очень много времени и сил, да? Это так сложно, не, ну... Когда человек, у человека есть системность, то это легче. Давайте мы возьмем наглядный такой пример, чтобы было легче. Например, я вообще ничего не знаю про религию. Давайте мы возьмем религию, да, в качестве такого примера. Например, я только вчера вообще услышала, что я еврейка, и мне интересно это все, и значит я хочу все узнать, все понять. Все, я пришла в синагогу, сразу открыла Тору, смотрю в Тору и ничего не понимаю, да? Теперь, когда человек самостоятельно, да, начинает брать на себя очень многое, я там, например, не знаю еще про религию, начинаю изучать Тору, гмору, беру на себя телелимы, сразу же начинаю соблюдать кашрут, да, беру на себя что-то. Потом у меня мозг, он говорит, эй, ты жила нормальной жизнью, что происходит, что вдруг, да, что с тобой произошло? И когда я понимаю, что мне нужно подниматься по чуть-чуть, да, кстати, у многих вопрос, как начать соблюдать, да, как у меня не получается, я уже столько раз пыталась. Для того, чтобы начать соблюдать, как раз это и будет ответ, да, на этот вопрос, для того, чтобы начать соблюдать, нужно, во-первых, мне, как мне, по моему скромному мнению, найти себе в этом поддержку, да, Машпию, это человек-наставник, с которым вы можете задавать ему любые вопросы, а если, там, не знаю, ложка молочная попала в мясную кастрюлю, чего мне делать, да, а если там это, то, то есть по-любому, по-любой, по-любой мелочи, чтобы вы могли спросить, да, или если у меня не получается сказать шма перед сном, как мне постараться это делать, да, то есть человек, с которым вы будете советоваться, и он вас будет поддерживать. Поддержка это очень-очень важно, да, после этого, может быть, каждому из нас это будет легче, когда ты не берешь себе за цель изучить всю Тору, ты не берешь себе за цель каждый день, весь день посвящать изучению, да, может быть, найти себе время в течение недели, уделить этому, не знаю, 5 минут, 10 минут, узнать что-то новое. Вот у меня есть цель, не знаю, больше понимать иудаизм, да, или же у меня есть цель в конце года сдать экзамен по биологии, у меня есть цель, чтобы у меня был мирный дом, да, я хочу мирный дом. Это не может произойти так, мы с тобой поженились, все, у нас с тобой мирный дом, правда же, это требует труда, и это не может быть, что в один вечер все, бум, все, теперь мы не ругаемся, теперь у нас нет, 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 это все делается потихонечку, здесь мы промолчали, здесь мы сделали какое-то хорошее дело друг другу, да, здесь мы приготовили какой-то теплый ужин, да, здесь мы установили, что каждую среду, например, в 7 часов вечера мы проводим прямой, мы смотрим прямой эфир новоикра, да, или же мы взяли на себя хорошее решение, что перед каждым шаббатом я буду писать своим друзьям шаббат шалом, и им будет приятно, да, то есть какое-то такое маленькое действие, которое мы себе берем как задача к достижении нашей цели, например, наша цель быть там хорошим, праведным человеком, да, что мне нужно для этого сделать, это не может быть цель хорошо быть праведным, идеальным человеком, все, вдруг я идеально себя веду, да, я привыкла ругаться, но тут вдруг я себя так работаю, все равно это будет взрыв, да, она накапливается, потому что привычки, они меняются, правда, когда женщина беременна, да, ей нужно 9 месяцев для того, чтобы плод внутри нее, он развивался, набирался витаминов, рост, да, чтобы женщина тоже психологически готовилась к появлению малыша, малыш же не появляется, мы беременны, мы узнали новость, все, опа, малыш, ну, по сути, оно так и кажется, да, что время быстро пролетает, но по факту нужно 9 месяцев для того, чтобы его выносить, да, для того, чтобы он развивался, так и мы, это не может быть, что мы в один день решили, бум, все, мы поменяли свою жизнь, все, мы вот так, нет, это все требует больших сил, больших стараний и самое-самое главное это терпение, да, нам может быть казаться, что нет, у меня не получается, я когда начинала соблюдать, я помню, я взяла на себя все, я соблюдаю кашрут, ничего мне не надо, и, опа, и, значит, секунду, прошу прощения, и, значит, я взяла на себя соблюдать кашрут и приехала к нам, ко мне в город моя мама с бутербродиками, я помню, я месяц тогда соблюдала, я думаю, я такая молодец, я уже месяц соблюдаю кашрут, и так себя хвалила, и приехала мама со своими бутербродиками, я девочка, мне тогда было лет 15, наверное, я скучающая за маминой едой и за всем этим, и я, конечно же, хотела покушать тоже мамин бутерброд, и я съела некошерный бутерброд, вы бы знали, что со мной происходило, я так себя ругала, все, я не буду соблюдать кашрут, у меня не получается, да, и сразу у меня был как такой откат, все, у меня не получается, я и не буду, потому что я на себя сильно много взяла, да, я взяла на себя все, вдруг я ничего, все, бум, не ем, и мой организм, он сказал, как это так, нет, ты не привыкла, да, а когда человек, он говорит, ну ладно, я сначала не буду смешивать мясное и молочное, потом, окей, я не буду кушать морепродукты, потом, окей, я не буду кушать свинину, так уж и быть, да, или, окей, мамина еда, я не буду ей кушать, то есть, когда человек постепенно, постепенно на себя берет, то это легче, он так себе ноги не ломает, да, и поэтому все рекомендуют ставить себе цель не какую-то ого-го, на которую ты смотришь и говоришь, не, ну, мне не достичь все, не получится, как у меня, да, в плане вот этого кашрута, все, я съела этот мамин кашельный бутерброд, мне уже не хотелось соблюдать, я уже сказала, ну, все, у меня не получится, все, я не могу, да, потому что я сильно-сильно много на себя взяла, и, конечно же, понять, какие пути мне подходят, потому что все, что мы на себя берем, это должно нам приносить радость, это не должно быть, я взяла на себя соблюдать кашрут, все, я бедная, несчастная, всем жалуюсь, я соблюдаю кашрут, мне так тяжело, да, ой, это еда недоступна, не, ну, наверное, это не для меня, это сильно тяжело, да, потому что все, что мы на себя берем, все, что мы делаем, это должно быть в радости, да, это должно приносить нам какой-то кайф, и даже если мы себя ограничиваем в еде, то мы должны найти какую-то замену, хвалить себя, да, о, сегодня я куплю эту дорогую шоколадку, потому что я неделю продержалась на кашруте, да, то есть за какие-то эти все хвалить, это должно быть в радость, почему многие говорят, что диеты, они не работают, потому что человек, он себя слишком ограничивает, он действительно страдает, да, представьте человека на диете, он всегда голодный, он всегда хочет кушать, ему всегда плохо, ему всегда кажется, что то, что он кушает, это плохо, зелень, да, человек на диете, поэтому многие диеты не работают, потому что это не с радостью, а когда человек, он любит свое тело, он не хочет пихать в него все подряд, да, он контролирует то, что попадает в организм, он следит за этим, да, и таким образом он себе помогает, и это очень-очень правильно. И ещё хочется сказать об одной вещи на пути к цели, да, это терпение. И про терпение я расскажу небольшую историю, по-моему, очень забавную, как в один ресторанчик, где сидели все только чёрные вороны, пришла чёрная ворона, и она увидела, что там сидит одна белая ворона, и все чёрные. Ну и она решила постебаться над ней, она говорит, официант всему-всему заведению, а там, не знаю, вино за мой счёт, кроме этой белой вороны. И все получили, и все так смотрят, а белая ворона говорит, кр-р-р, спасибо. И тот, шо ты мне спасибо говоришь, разозлился, и такой, официант, официант, дорогих коктейлей всему-всему ресторану, кроме этой белой вороны. И белая ворона такая, кр-р-р, благодарю. Тот такой, шо ты меня благодаришь, я ж тебе ничего не сделал. Такой, официант, всем-всем виски ещё там, ну не знаю, угостил ещё чем-то всех, да, какое-то самое дорогое блюдо. Официант, окей. И ворона так, белая, говорит, кр-р-р, благодарю. И тот говорит, шо ты меня благодаришь, скажи, что происходит. А официант такой, просто эта ворона, это владелица этого заведения, да. То есть, если бы в самом начале эта белая ворона начала бы отвечать, да, с злом, ой, да кто ты такой, это вообще моё заведение, то три раза он бы не оплатил заказ всем, да. Здесь терпение. Ворона понимает, что эта чёрная ворона накидывается из-за каких-то внутренних проблем, которые есть у неё, да. И она дождалась того времени, когда, ну я владелица, и мне ничего не стоило, да, посидеть, помучать. И мне ничего не стоило, что ты всем-всем всё заказал, да, в моём заведении. И также, наверное, на нашем пути к цели мы должны набраться терпения. И будет очень много людей, которые будут говорить, карр, ты там что-то не так делаешь, или что-то неправильно, или зачем тебе отговаривать. Яцерара работает очень сильно, да. И здесь мы должны понять, почему мы это делаем, зачем, да. Понять для себя, что мы хотим улучшить нашу жизнь и так далее. Вот. Вот такой наш сегодняшний прямой эфир. Было очень полезно. Всем спасибо большое за внимание. И желаю хорошего вечера и ставить цели, и достигать их. Вот. Всем пока.